В министерстве ЖКХ у нас состоялось совещание с участием управляющей компанией ПРП, администрации городского округа Перу-Райск, компанией СТК, госжилу инспекции под председательством Заверева Геннадия Николаевича. Мы на этом совещании констатировали четко, что на данный момент по состоянию на октябрь месяц двойных квитанций именно по коммунальным услугам, подчеркиваю, по коммунальным услугам, то есть в городе Перу-Райске, по крайней мере, администрация не отмечала жалоб жителей. То есть есть двойные квитанции на спорных домах, это порядка 80 спорных домов, именно по жилищным услугам, и там, где выставляется за содержание ремонт жилого фонда. Тем более нужно учитывать, что с 1 сентября, опять-таки учитывая постановление 354, что если у управляющей компании нет договора ресурсовоснабжения, то есть ни за холодное водоснабжение, ни за водоотведение, не прежде всего за теплоэнергию и ГВС, электроэнергию, она не имеет права выставлять квитанции за коммунальные услуги. Поэтому, и тем более все голосования, которые проходят после 1 января. То есть мы, эти все моменты также отображались там, и как раз финансовое состояние компании ПРП, о том, что долг по информации СТК составляет порядка 30 миллионов рублей, и определялись, так скажем, с дальнейшими действиями в отношении этой компании. В том числе, это прежде всего с тем, что по расшивке долгов перед СТК, это раз, второе, о переходе компании ПРП на, по крайней мере, по коммунальным платежам на квитанцию Сурдловска Энергосбыта. Вот это раз. Второй момент. Определялись по вопросам взаимоотношений СТК и некоторых управляющих компаний, по поводу того, как идут переголосования и так далее. Но, что касается этого вопроса, который стоял в пресс-релизе, о том, что якобы по рекомендации администрации городского города Первоуральск в сентябре гражданам, Первоуральцам была дана рекомендация не платить, и в связи с этим получились вот такие вот платежи, что за сентябрь, за октябрь, конечно же, это не соответствует действительности. Мы отметили в своем пресс-релизе о том, что в сентябре вообще, так скажем, эти платежи за ОДН вообще не выставлялись. А что касается октября, вы все прекрасно знаете, как шло развитие событий и каким образом себя повела администрация, и каким образом она сейчас себя ведет. То есть в повестке дня этот вопрос вообще не стоял, и откуда он взялся, мне непонятно, поэтому я попросил разъяснение у руководителя пресс-службы о том, чтобы, так скажем, дать опровержение этому вопросу, потому что искажаются данные о деятельности администрации. Вот хочу также отметить, что завтра у нас в 15.00 будет совещание, как раз таки, это теперь уже вот именно по теме квитанции, вот теперь уже именно по этой теме, потому что это по моему приглашению мы и по договоренности, поскольку МинжКХ также выразило желание участвовать в процессе планирования, как будут выставляться квитанции за ноябрь месяц. Соответственно, мы сегодня вышли на связь с МинжКХ, и завтра в 15.00 по председательству Зверева Геннадия Николаевича у нас будет здесь совещание в администрации с участием, опять-таки, ресурсников всех, у всех управляющих компаний, надзорных ведомств и расчетных центров, о том, каким образом будут выставляться квитанции за ноябрь месяц. То есть принципиальный подход по ОДН, вообще, домовым нужным, форма квитанции, ну и так далее, все проблемы, которые с этим связаны. Администрация, как я уже сказал и на своей пресс-конференции, о том, что четко стоит на том, что именно по рекомендации РЭК, чтобы больше 10% рост квитанции от общей суммы не происходил, конечно же, нужно подходить с учетом того, что это будут лестничные марши и клетки. Водоканал с нами согласился, Водоканал будет именно, так скажем, работать именно по этой схеме с управляющими компаниями. Некоторые управляющие компании, я знаю, что сейчас и завтра на освещении будет озвучено, что и поселковые компании пойдут именно по этой схеме. ЖКХ ДИНОС у нас пока отложит сейчас выставление счетов за ОДН на следующий месяц, поскольку сейчас хочет все корректно считать. Подход будет исповедан точно такой же. Что касается компании Ватутина 50 и Пула, то я так думаю, что завтра после нашего совещания к прессе будет подход, и мне бы очень хотелось, чтобы они выразили свою позицию. Их позиция в принципе ясна, что все-таки так же, как и позиция Свердловской теплооснабжающей компании. Но я за нее сейчас и не буду звучать, пусть они ее звучат завтра.